Если судьба преподносит вам лимоны, сделайте из них лимонад. Говаривал Дейл Карнеги, американский писатель, философ, мотиватор, основатель курсов по самосовершенствованию. Все герои моего проекта «Лимонад» именно так и делают. Они преображают свою жизнь и мир вокруг себя. Ну а я, благодаря нашему интервью, помогаю им рассказать о себе и выжимаю из этого разговора как можно больше полезной и интересной информации. Сегодняшний мой гость Светлана Ригнацкая, косметолог, красивая, ухоженная женщина. Ее вид говорит сам за себя. Поэтому у нас для женщин сегодня будет очень много интересных тем. Светочка, до того, как стать косметологом, часто ли вы сами бывали в косметическом кабинете? Ну, во-первых, добрый день, доброго времени в суток, да, как принято сейчас говорить всем, всем, кто будет это смотреть, слушать. Светлана Ригнацкая, смотрите, до того, как стать косметологом, я говорю честно, я не являлась клиентом косметологических кабинетов. Ну, наверное, в силу того, что не было понимания, да, насколько это нужно, важно, то есть и так далее. Единственное, что, в общем-то, да, я использовала косметические средства, опять это было от случая к случаю, то есть это, ну, как, наверное, большинство из нас, когда мы приходим в тот или иной магазин, нам что-то предлагают, мы покупаем, пробуем, как-то понравилось, не понравилось. То есть, дальше домашнего ухода, в общем-то, использование, знакомство с косметологией, вот на этом и заканчивалось. Дальше этого не шло. Ну, а почему вы решили именно это направление выбрать, которое наверняка было не первым вашим занятием в Израиле? Вообще, откуда вы приехали, чем вы занимались раньше? Ну, приехала я в Израиль в 99-м году. По профессии, как я называю, то есть в прошлой жизни я вообще-то воровед-бухгалтер, то есть это цифры, это минимальное общение с людьми, наверное, ну, то есть только в коллективе и так далее. В общем-то, работа мне нравилась, но, к сожалению, тут как-то, может быть, некому было подсказать, может быть, ну, какие-то другие события произошли. Я пошла учиться, то есть я поступила здесь в колледж, я отучилась, я его закончила. Профессия моя после колледжа, это был младший инженер управления производством. Очень далеко от косметологии. Очень далеко, потому что, когда мы пошли определяться с выбором профессии, то есть я понимала, что другая страна, мой диплом, к сожалению, тут не котировался, не имел какой-то ценности, вот. Ну, и так исторически сложилось, что нас всех, вот, детеныши этих, которые только приехали, нас всех задвинули в одно это направление, оно тогда развивалось, и, в общем-то, нужно было набрать людей. Хотя мне было обещано, что это практически то же самое, где товароведение и так далее. То есть, ну, уже когда после учебы, там, прошел год, то есть я стала понимать вообще, что я учу и куда я попадаю, то есть где я и где производство. Но учиться мне вообще, я такой человек, который любит учиться, то есть все-таки я решила это закончить, но в этой профессии, естественно, я себя не нашла. И так получилось, как вообще я оказалась в косметологии, то есть был период в моей жизни, я работала консультантом. Консультантом это было и правильное питание, и домашний уход косметическими препаратами. Там был определенный бренд косметики, то есть, в общем-то, и мы, ну, как сейчас принято, давали мастер-классы. Это назывались уроки красоты. Мы просто объясняли женщинам опять без какого-то там профессионального такого похода, как пользоваться правильно, неправильно, сколько и так далее, так далее. То есть, вот, знаете, наверное, вот этот результат от общения с женщинами, когда ты видишь, насколько она по-другому себя ощущает после полученной мини-процедуры, скажем так. Вот ее настроение, какой-то вот горящий взгляд и так далее. То есть, вот это меня подвигло, да, ну, наверное, изучить это уже с более, как бы, профессиональной точки зрения и таким образом, ну, помогать нашим женщинам упрошать этот мир. Светочка, ну, простите, вот, если женщина ни разу не обращалась к косметологу, что о ней можно сказать, что она к своей внешности равнодушна? Или она никому себя не доверяет? Или у нее неверно расставлены приоритеты? Ну, знаете, наверное, равнодушных к себе женщин не бывает. Я в этом уверена на сто процентов, и меня не переубедишь, как говорится в этом. То есть, так или иначе, мы всегда становимся женщинами. Мы либо покупаем себе украшения, либо мы ухаживаем за собой и за своей внешностью какие-то новинки, одежда. То есть, мы, ну, я не встречала в своей жизни женщину, которая действительно равнодушна к себе. По поводу того, что если человек ни разу не был, ну, здесь, да, здесь можно, как бы, может быть, приоритеты расставлены, может быть, еще просто не пришло время, может быть, действительно, как бы, не сложилась степень доверия. То есть, в общем-то, любой ответ, он, с одной стороны, где-то может быть и категоричен, а где-то, может быть, и правдив. Но я просто уверена, что так или иначе, у любой из нас всегда появляется, приходит нужное время, скажем так, когда женщина начинает осознавать, что, что да, что вот ей хочется это сделать. Ну, а каждая ли женщина в Израиле может позволить себе регулярный уход от косметологов? Это вопрос такой тонкий. Ну, на мой взгляд, так как я уже достаточно давно работаю в этой области, мой ответ, что, безусловно, да. Потому что на сегодняшний день такое разнообразие косметологических процедур есть в нашем ассортименте косметологов. И ценовая политика, ну, в принципе, можно найти, как бы, любую нишу, да, которая вот для вашего бюджета подходит при правильном составленном плане. Это абсолютно доступно, я считаю, для любого бюджета, для любого кармана и кошелька. А без каких косметологических процедур женщина, ну, вот никак не может обойтись? Вот если очень ограниченный бюджет, то что выбрать прежде всего? Ну, прежде всего, это, конечно же, самая популярная процедура, с которой, я считаю, в каких-то довольно-таки, ну, не рекомендовано, скажем так. Это, конечно, очищение и питание нашей кожи. Ну, это действительно, это то, что необходимо, потому что в домашних условиях, ну, мы не всегда это можем сделать качественно. То есть домашний уход не может заменить походы в косметологу? Смотрите, в общем-то, очень такой провокационный вопрос, конечно. У нас сейчас большое количество там блогеров различных, матер-классов и так далее. Я считаю так, если мы любим себя, да, вот мы бережем себя, мы относимся к себе с любовью, ну, вот как я же сказала, да, оберегаем себя и так далее, то, конечно, ну, наверное, доверить себя можно только специалисту. Домашний уход я ни в коем случае не отменяю. Это то, что, как бы, девочки, которые меня уже знают, девочки и женщины, которые давно со мной знакомы, то есть я всегда говорю, что его никто не отменяет, это, да, необходимо, но это поддерживающий уход. А именно для того, чтобы получить более долгосрочный и качественный результат, это, конечно, все-таки походы. Находите ли вы нечто общее между профессиями косметолога и психолога, родственными что-то есть? Ну, наверное, да. Хотя, в общем-то, знаете как, то есть если мы идем к косметологу, мы идем к косметологу, если нам нужен психолог или психотерапевт, мы идем туда. То есть каждый должен заниматься своим делом. Но нечто родственное есть. Я объясню, вот в чем я это вижу. Потому что, в общем-то, когда женщина приходит к косметологу, уход за лицом, уход за телом, ну, я говорю, в частности, о своем кабинете, потому что я провожу процедуру по уходу за телом, то здесь, конечно, это своего рода терапия. Терапия не только кожи и тела, но терапия и души тоже. И, в общем-то, поднимается настроение, особенно когда ты получаешь результат. То есть, ну, наверное, можно сказать, что что-то родственное все-таки присутствует. Да, мне кажется, когда женщина ощущает себя ухоженно, у нее другой взгляд, у нее другое поведение. Она ловит встречные взгляды на себе. От этого поднимается самооценка. И мне кажется, иной раз даже косметолог может больше помочь для психологического равновесия, чем психолог, потому что с психологом работа длительная, а косметолог – это приятный час, приятные обстановки с человеком, которому ты доверяешь. Согласна полностью. В одном из своих недавних постов в Фейсбуке, а я, конечно, изучила вашу Лену, тут для того, чтобы познакомиться с вами поближе, после того, как в Израиле был объявлен очередной локдаун, вы написали о себе так. Я – человек, который ищет возможности. Простите, но какие возможности может найти косметолог, который вынужден придерживаться строгих ограничений и просто закрыть свой кабинет на неопределенный скобок? Ну, смотрите, начнем с того, что косметолог нас закрыли, нас посадили, как говорится, в определенные рамки. Но мы должны тоже попасть в это течение, в эту волну. Во-первых, косметолог может проводить всевозможные мастер-классы. Во-вторых, косметолог может давать онлайн-консультации, рекомендации и так далее. То есть это, в общем-то, каждый выбирает то, что удобно ему. Но лично для себя я искала даже не сколько как бы поддерживать свой подход, а увеличить, расширить свои возможности своего бизнеса. И да, вот я нашла такое направление, которое, я считаю, что очень близко в косметологии. Это здоровье не только кожи, но и всего нашего организма. Поэтому, в общем-то, здесь я уже нашла для себя возможности увеличения, расширения своего бизнеса, а именно развитие онлайн-магазина. Это интернет-платформа, международная интернет-платформа. Магазин, интернет-магазин с экопродукцией компании Forever. Вся продукция основана на алоэ-вера. И действительно экологически чистый продукт, который позволяет улучшить не только состояние, ну вот в данном случае меня как косметолога интересует состояние кожи, но и состояние нашего здоровья. Особенно вот в этих вот... Ну да, это ведь все взаимосвязано. Мы, допустим, лечим волосы, мы покупаем массу дорогих средств для ухода за волосами, а причины того, что они нехороши, кроются в совсем другом состоянии организма. Поэтому, мне кажется, это только вспомогательные средства, а лечение организма – это основное и в косметологии, наверное, точно так же. Ну вот вы сказали, что в основе производства компании Forever, которая выпускает сотни наименований продуктов растения алоэ-вера. Что это, то самое, которое у наших бабушек росло на подоконнике? Смотрите, у нас в мире существует более 300 сортов видов алоэ. И их большое множество, и они, особенно здесь, в Израиле, мы можем увидеть на каждом шагу, в каждом полисаднике и так далее. Но это не тот алоэ, который имеет разрешение на применение вовнутрь. То есть здесь речь идет об алоэ, это единственный сорт, который можно употреблять без нанесения ущерба своему организму, именно вовнутрь в виде сока. А тот алоэ, который растет у нас здесь и на подоконниках, это обычный столетник, да, его можно применять наружно. Мы все в детстве пользовались, ну, нам родители, царапинки, да, царапинки, коленки разбитые. Царапинки, да, да, разбитые коленки и так далее, но его нельзя употреблять вовнутрь, и, соответственно, при его помощи, при использовании этого обычного алоэ, мы не можем решить никаких своих проблем, мы никак не можем помочь. То есть тот алоэ, о котором говорите вы, с которым работает компания Forever, это какой-то особый сорт алоэ, правильно? Да, это сорт алоэ Барбаденсис Миллер, который, вот он единственный по всем медицинским показателям, предназначен для применения вовнутрь, то есть мы можем его принимать в виде сока. И растет он не в Израиле? Нет, он растет не в Израиле, то есть он растет в странах Служной Америки, Латинской Америки и так далее, то есть он не произрастает в Израиле, но сюда он, как и во множество других стран мира, он поставляется, потому что у компании есть своя логистика и доставляется, как бы, видимо, скажем так, в первозданном виде. Сегодня в мире стремительно возрастает спрос на все, что связано с приставкой ЭКО. Многие компании делают акцент именно на том, что их продукция экологична, в том числе и компания Forever. Конечно, увидев это название на вашей странице, я немедленно заглянула в Google, посмотрела, что такое Forever вообще. Вот насколько можно доверять этому маркеру экологическая продукция в случае с компанией Forever? Никто не признается, что продукция не экологична, значит, должны быть убедительные доводы. Смотрите, для того, чтобы понять, насколько экологично, достаточно, ну, в данном случае мы можем посмотреть видео, то есть, но компания абсолютно прозрачна и периодически, то есть, если действительно есть интерес, это можно изучить. Все дело в том, что весь процесс выращивания, сбора и обработки непосредственно листьев алои, которые там растут, во-первых, растет на закрытой территории, то есть, эти территории, эти поля алои, они выкуплены этой компанией, то есть, это их личная собственность, собственность компании. Соответственно, весь процесс сбора, выращивания, как я уже сказала, выращивания, сбора и обработки, он проходит вручную. То есть, это, скажем так, действительно работа ручная, эксклюзив, как вот, да, принято говорить. Почему? Потому что запрещено использование какой-либо техники, вот именно для того, чтобы не навредить экологической чистоте этого продукта. Компания основана с 1978 года, то есть, очень притерное время. Да, 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 уже большой стаж, да? Большой стаж, и, естественно, то есть, более 40 лет, то есть, компанию изучали, ну, наверное, всевозможные Министерства здравоохранения, потому что компания, действительно, она, так как она является международной, она работает в более чем 160 странах мира, то есть, знают эту продукцию, пользуются этой продукцией, этой компании, и, соответственно, в каждой стране есть свое Министерство здравоохранения, которое проверяет этот продукт, которое не впустит на свою территорию, скажем так, продукт, который не соответствует заявленным требованиям в другом стране. Поэтому это, действительно, компания очень сильная и прозрачная, скажем так, да, во всех отношениях. Ну, а она бы уже закрылась, если бы за столь долгое время какие-то были бы рекламации. Если она работает, то ей можно доверить. Да, вот я хотела бы сказать по поводу отношений. То есть, в Израиле, как эта компания существует давно, в Израиле она на рынке 23 года. Это тоже о чем-то говорит. И это единственная компания, из которых я знаю, несмотря на то, что я работаю с профессиональной косметикой, да, то есть я, в общем-то, в этой области, как бы, как бы, есть какое-то понимание. Это единственная компания, которая делает сертификацию своей продукции ежегодно. Не один раз в какой-то промежуток времени, а ежегодно. Помимо этого, сертификаты получают не вся продукция в целом, а каждый... Отдельный продукт. Каждый, да, отдельный продукт имеет свой сертификат, который необходим для нашей страны. Светлана, а что из продукции Алоэ Вера компании Форевер вы отобрали для своего косметологического бизнеса? Смотрите, так как, в общем-то, у меня, как мы уже говорили раньше, косметология напрямую связана, то есть здоровье кожи связано со здоровьем организма в целом, соответственно, у меня на витрине есть практически вся продукция Форевер. естественно, я объясняю, то есть если есть та или иная проблема, в любом случае, как косметолог, перед каждой процедурой, перед знакомством с клиентом, мы, естественно, делаем анамнез, то есть мы пытаемся, если есть какой-то рода проблема с кожей, мы пытаемся выяснить и понять, откуда она взялась. То есть это не просто, в основном 90% это связано с нашей работой, вот нашего организма, с нашим питанием и так далее. И вот здесь придется Форевер мне в помощь. А конкретно для кабинета, то есть, ну, чудесные успокаивающие крема, чудесные увлажняющие крема, которые тоже мне помогают именно в работе, вот непосредственно в проведении процедуры. Отзывов о продукции алоэ вера в интернете очень много. Ну, вот, например, один из них. Купила внукам гель алоэ вера, пить они его не стали, пришлось мне, месяц пропивали, лицо стало, как у девочки. Ну, может быть, это так, но мне этот отзыв показался такой незамысловатой рекламной уловкой. Лицо, как у девочки, как вы с точки зрения косметологии это опомментируете? Ну, здесь лично я не вижу, допустим, какой-то уловки. Это может быть вполне возможно, что та женщина, которая использовала этот сок, просто, ну, скажем так, очень эмоционально выразила свое, как бы, свое отношение к этому продукту. Единственное, могу сказать, что продукт действительно делает, ну, может быть, прозвучит немножко пафосно, но творит чудеса. Почему? Потому что полностью оздоравливает наш организм изнутри. Ну, и, соответственно, когда мы начинаем его принимать, когда наша клеточка начинает омолаживаться изнутри, соответственно, у нас кожа, она, это я уже как косметолог вам говорю, что это, в общем-то, как прокмусовая бумажка на все наши какие-то изменения. плохо поспали, понервничали и так далее. Не то съели. Не то съели, это сразу отражается на лице. И, в общем-то, когда, как я уже сказала, мы начинаем себя лечить, оздоравливать изнутри, кожа нам как бы благодарность ее в ответ. Поэтому, в общем-то, ну, честно, я не вижу в этом ничего такого. А по поводу конкретного отзыва, по-моему, будет интересно, я действительно могу поделиться и своими какими-то результатами. Есть ли ограничения у компании Forever для использования продуктов аллергетиками? Какие реакции наблюдаются и нет ли с этим проблем? Вообще продукт, он не является, он является гипоаллергеном, да, скажем так. Вот, по поводу аллергии, наоборот, существует несколько программ, я вам говорю из личного опыта, у меня сын аллергик, и благодаря использованию вот продукции Forever, а также продукции пчеловодства именно этой компании, ну, вот, после трех недель использования мы перестали пить антикетаминные таблетки, то есть, у нас, в принципе, практически каждое утро начиналось именно с приема этих вещей, потому что были приступы аллергические, аллергического характера, но сейчас мы об этом забыли, скажем так. Поэтому существует масса программ, которые действительно можно подобрать индивидуально для каждого человека. А еще что из продуктов Forever использует ваша семья? Я очень люблю вот такие личные примеры, они самые убедительные, потому что одно дело вообще, другое дело вот я, в частности, я, моя семья. Смотрите, моя семья пользуется, ну, я не могу сказать, что всем, потому что действительно ассортимент он очень широкий, очень большой выбор, то есть, ну, в данном случае мы начали с самого, ну, скажем так, база, прежде всего это гель, сам питьевой гель, сок, гель, простите, простите, Светлана, его нужно разводить как-то водой или честь там виде употреблять этот сок? Смотрите, нет, разводить его не нужно, во-первых, есть несколько видов фалори сок, да, разводить не нужно, просто есть определенная система приема для того, чтобы приучить свой организм к употреблению, чтобы он привык, потому что действительно концентрация не очень высокая этого геля, и, соответственно, то есть, просто нужно все делать согласно рекомендациям, как говорится, без фанатизма, вот, но постепенно у нас организм привыкает к этому и начинает нам отвечать взаимностью, скажем так, то есть, у нас в семье, в принципе, мы пьем несколько видов фалори, то есть, дети пьют одно, я пью другое, потому что, да, у нас разные, скажем так, существуют какие-то проблемы и так далее, поэтому, вот, фаворит, у нас, конечно же, зубная паста, то есть, это просто шедевр, наверное, она приятная, потому что зубы многие не любят чистить, дети из-за вкусов, она очень приятная, очень экономичная, она не, она без встро, она лечит всевозможные проблемы, она очень хорошо отбеливается и можно использовать детям, она очень приятненькая на вкус, и поэтому, то есть, она вот, она уже прочно вошла в нашу жизнь, соответственно, продукты личного использования, гигиены, это мыло, шампуни, кондиционеры для волос, крема, ну и, соответственно, сам продукт, то есть, есть пищевые добавки, которые мы просто, вот, омега, витамины и так далее, из которых, в общем-то, я считаю, ну, тяжело обойтись на швейне, потому что мы, сегодня тяжело, организм, без поддержки, да, вы написали пост приглашения в своем фонсуке, тем, в поисках тех, кто захочет пополнить вашу команду и стать представителем Forever в Израиле, ну, во-первых, у меня такой вопрос, за 30 с лишним, больше, 40 почти лет существования компаний, наверное, мне кажется, представителей у нее уже больше, чем нужно по всему миру, и второй вопрос, чем этот бизнес привлекателен, он будет приносить доход, возможно, не скоро, а платить по израильским счетам, в любом случае, нужно каждый месяц, вот, какой смысл пополнять команду представителей Forever? Ну, давайте начнем с того, что мы устраиваясь на работу, мы приходим, да, счета и так далее, все платежи у нас сходят месяц в месяц, как часики и так далее, то есть, придя устраиваться в ту или иную организацию, на предприятие, вы начинаете работать и зарплаты вы получаете через месяц, правда? То есть, в принципе, здесь нет такого, я, конечно, не могу сказать, что ты пришел и там со второго дня у тебя там сумасшедшие доходы и так далее, но это просто нереально и, в общем-то, это было бы неправдно. Что меня привлекло в этой компании, что действительно, начиная сотрудничество с этой компанией, он, в принципе, ежемесячно получает, скажем так, свою зарплату от того, что он работает в команде, от того, что развивает этот бизнес, то есть свой, фактически он получает свой магазин, свою рабочую платформу, где один единственный бренд это компания, продукция компании Forever. Лично меня привлекло то, что я могу работать по всему миру, то есть могу находить себе партнеров в любой из 160 стран мира, это во-первых. во-вторых, здесь у нас есть все инструменты, которые необходимы. То есть когда был первый карантин, я как бы тоже искала какие-то возможности и так далее. У меня была задумка открыть, допустим, интернет-магазин, но опять, просто всех просчитав такие необходимые вложения, я поняла, что, ну, карантин это точно. Вот, то есть я не могу себе этого позволить, потому что неизвестно, на какой срок мы закрыты. Вот, здесь компания предоставляет все инструменты для того, чтобы только ты зашел и начал работать, начал свою деятельность. Шикарная команда, шикарное обучение, и, соответственно, когда ты в процессе работы ты учишься, мы все учимся. Вот, соответственно, ты уже начинаешь зарабатывать, и, в принципе, твой заработок фактически может начаться с первого дня, как ты начал сотрудничать с компанией. Вот это меня привлекло. Светлана, а что для этого нужно делать? Нужно рассылать своим многочисленным виртуальным друзьям днем и ночью сообщения с предложением купи гель Алоэ Вера, купи зубную пасту Алоэ Вера, помоги мне, помоги себе. Что нужно делать для этого? Смотрите, здесь, в принципе, что нужно делать, я вам скажу. Конечно, рассылками такого рода мы не пользуемся, это не является нашим рабочим инструментом. Прямых продаж у нас тоже нет. Вот это меня привлекло, потому что я не любитель продавать. И, в принципе, сейчас у нас люди, в общем-то, устали от того, что им постоянно что-то навязывают и так далее. здесь просто пройдя определенные этапы обучения, которые начинаются, обучение начинается, я же говорю, с первого дня, как ты зашел в компанию, то есть, тебя учат, что именно делать, конечно, я всего не могу рассказать, вот, но работа заключается, в принципе, в том, что наш рабочий инструмент это наши отзывы, мой отзыв, ваш отзыв, допустим, как пользователя и так далее. вот, ну, это если так, в двух словах, потому что очень тяжело как бы рассказать, именно потому что, действительно, очень, знаете, как набор инструментов, очень большой, с которым мы работаем. Вот. Наша задача, просто, ну, наверное, ну, прежде всего, полюбить то, что ты делаешь, полюбить сам продукт, получить свой результат. Поверить в него. Поверить, да, поверить в него, вот, как мы до этого, как вы сказали, не то, что там где-то, что-то я прочитала, а именно убедиться на себе. Ну, и отсюда устроится весь твой доход, скажем так. То есть, в принципе, мне еще, что привлекло в этом бизнесе, этот бизнес подходит для всех, и он очень легко дублицируемый. То есть, человек любой, зайдя в нашу компанию, любой человек может выстроить себе определенный доход, определенный, я имею в виду, который он хочет себе построить. Ну, вот это меня и привлекло. Ну, сегодня время у многих непростое, и приходится отказываться привычным вещей многим, потому что с работой многих проблем и лишнего, наверное, не покупают. Вот, если, конечно, считать покупку продукции для здоровья не обязательно. Упал спрос сейчас на продукцию forever, которая помогает поддерживать здоровье, или все равно люди понимают, что здоровье приоритет. смотрите, начнем с того, что сейчас у нас, особенно молодое поколение, оно очень, ну, тенденция к здоровому образу жизни. Это радует, по сравнению с тем, что было 15-20 лет назад, то есть у нас сейчас молодежь более продвинутая и понимает, что здоровый образ жизни это все, да, то есть у людей повысилось качество жизни, соответственно, появилось желание жить дольше и пользоваться улучшенным качеством жизни. на сегодняшний день, смотрите, я просто приведу, ну, скажем так, статистику, что вот во время именно начала пандемии и так далее, очень многие бизнесы разорились, очень многие бизнесы попали в какие-то толковые данные финансовые передряги и так далее за счет того, что снизились обороты. Статистика говорит сама за себя, 2020 год в компании Forever увеличил товарооборот от 20 до 40 процентов. То есть неправдоподобно спрос на продукцию до такой степени возрос, особенно, ну, как бы это не печально было, но именно с пандемией, потому что большинство продуктов направлены на укрепление иммунитета нашего, что немаловажно и, соответственно, как бы спрос на эту продукцию вырос и поэтому ну, цифры говорят сами за себя. Я не думаю, что компания Forever понесла какие-то вот потери в этом, наоборот. А насколько доступны продукты компании Forever израильские вот кремы, да, если говорить о косметологии, они тоже считаются очень достойного качества, очень презентабельны, всегда везут в подарок вот эти наборы, состоящие из разных кремов и по уходу за лицом и за телом. Но это достаточно дорого, есть разная ценовая категория, что касается израильского продукта. А вот компания Forever, она предлагает более бюджетные варианты, менее бюджетные варианты для людей разного дохода. Ну, во-первых, начнем с того, что, да, ценовая политика в Израиле, она, конечно, ну, все мы с ней знакомы, что, в общем-то, очень многие предметы, возьмем косметологию, намного дороже, допустим, чем та же фирма, которая есть представительство наших израильских фирм, есть там в Украине, в России и так далее. Здесь очень большое значение имеет то, что компания Forever имеет свою логистику, имеет свои склады, и мы непосредственно работаем, то есть, вот, минуя очень много вот этих вот точек, на которых вот идет производится накрутка этой цены, допустим, в отличие от косметических средств и так далее. То есть, вот именно благодаря этому компания, ее эти расходы, как бы, да, они покрывают, в общем-то, рост цены, поэтому крема, которые есть, продукция вся компания Forever на порядок дешевле, чем другие какие-то, допустим, те же косметологические средства. Именно из-за того, что у компании есть практически все свое, начиная от производства и заканчивая логистикой, полный цикл, то, что мы называем. Полный цикл, это компания взяла на себя, и, соответственно, отсюда, как бы, у нас нет заоблачных цен, продукция очень доступна, и то, что касается личной гигиены, допустим, те же шампуни, та же зубная паста, то есть, очень экономичная, из-за того, что большая концентрация полезных веществ, поэтому использование очень такое экономное, то есть, мы проводили подсчеты, и очень действительно получается выгодно купить, приобрести, пользоваться, потому что это действительно экономия для семьи. Мы с вами говорим не только о компании Форелла продукции, и о вашем участии в этой компании, но познакомились мы с вами прежде всего потому, что вы косметолог, и вы делаете ежедневную свою такую муравьиную работу в том смысле, что по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть вы помогаете женщинам становиться лучше, становиться совершеннее, побеждать возраст, или хотя бы научиться в этом возрасте существовать, любить свой возраст, любить себя в любом возрасте. За что вы любите свою работу? Ну вот, в принципе, вы, наверное, озвучили, Танечка, то, что вот, знаете, моя работа, она доставляет мне радость. Почему? Потому что я всегда вижу результат. Ну, и не только я, конечно, и мои клиенты, мои девочки, которые ко мне ходят уже на протяжении многих лет, с которыми как бы, да, мы общаемся и так далее, и, естественно, я им помогаю как вы сказали, да. Ну, я это называла украшать мир, да. Вот. Смотрите, вот именно за это я люблю свою работу. Во-первых, общение с людьми, оно меня никогда не утомляет, и мне это всегда в радость. а во-вторых, именно результат, результат того, что я делаю, то, что вот эти, знаете, действительно, плеск в глазах, крылья за спиной женщины, когда она получает результат. Ну, наверное, это дорогого стоит, понимаете, поэтому это тот вид деятельности, который вот со мной, наверное, это мое призвание. А кто ждет вас дома, чтобы собраться за семейным столом или в праздник собраться с семьей? Кому вы идете, к кому вы несете вот это ощущение гармонии с миром? С кем вы делитесь этим? Кто ваш ближний круг? Мой ближний круг это мои дети. Мои дети, мой муж, но как бы вот это семья, которая, как говорят, ради чего мы, да, крутимся, что-то делаем, это... Они вас не ревнуют к работе? Да, они вас не ревнуют к вашей работе? Немножко, да, но как бы с одной стороны они понимают, что это неотъемлемая часть моей жизни. У меня, когда ребенок был маленький, дочка, она мне все время, если мы там хотели куда-то какое-то одно, что-то сделать, какой-то праздник, не всегда это получается, потому что бизнес есть, бизнес, работа есть, работа. Она мне всегда говорила так, ну ты что, не можешь поговорить со своим директором, чтобы он дал тебе выходной. То есть, как бы, понимаете, да, то есть, но это они когда были маленькие, сейчас они уже более, у них возраст такой, когда они уже все это понимают и все. А чем вы компенсируете, чем вы компенсируете свое частое отсутствие дома? Что вы вкусного предлагаете? Как вы согреваете этот свой семейный очаг? Ну, прежде всего, конечно, у нас пятница, суббота, это святое, то есть, мы проводим это вместе. Если как бы, я ни под какими, вообще, как говорится, ни под каким соусом не променяю выходные дни на рабочие моменты, потому что, действительно, как бы, я работаю, скажем так, отдаюсь своему делу со всей душой, со всей любовью, ответственностью и так далее, то, конечно, выходные, это выходные, то есть, мы стараемся провести вместе. У нас есть такой вот, ну, скажем так, ритуал, в пятницу мы садимся, а у нас семейный ужин, а потом у нас просмотр, то есть, мы ищем какой-то фильм, который будет интересный для всей семьи, вот, и смотрим какие-то сериалы, какой-то фильм, то есть, это вот у нас входит в нашу, как-то, такую вот атмосферу, домашнюю, теплую атмосферу. Светлана, я желаю вам оставаться в ладу с собой, я прям чувствую, вот, от вас исходит эта гармония с собой и с миром, я вам желаю удачи в вашем бизнесе, потому что он не только для вас, он, наверное, прежде всего для тех, в чью пользу вы работаете, для ваших клиентов, которые вам доверяют, которые без вас не могут обходиться, и которые благодаря вам узнают еще что-то новое, я имею в виду ваш бизнес в компании Фарева, пусть ваши близкие и ваши клиенты, ближний круг и дальний ваш круг, пусть все будут здоровы, удачи, пусть этот год, 2021, будет для вас знаковым и принесет много-много хороших, радостных новостей и открытий. Спасибо вам за знакомство. Спасибо, Данечка. Давайте скажем, как вас искать тем, кто сейчас после нашего интервью станет немедленно это делать? Ну, прежде всего можно обратиться ко мне по телефону 054 542 296 24. Конечно же, у меня есть страничка в Фейсбуке, да, есть личная страница Светлана Регнацкая и есть страница моего косметологического кабинета это студия про приз запрещения. То есть, любой вопрос можно задать либо так, либо так. Также легко меня найти в Инстаграме по тем же, да, по тем же названиям. Кто ищет, тот найдет. Кто ищет, да, тот найдет. Я вам желаю, чтобы побольше прибавилось у вас клиентов после нашего разговора. Спасибо вам за участие в проекте «Лимонад». Удачи и до встречи. Продолжение следует...